О, я тут бухать, да, было? Сегодня в половине восьмого часа утра на Уралмаше, на улице Восстания, 125, в частном секторе, приговоренном к сносу, приключилась поистине адская трагедия. В гиене огненной сгорели три человека. Была проложена магистральная линия длиной 100 метров. На пожаре обнаружено три пострадавших. По состоянию информации уточняется. Глядя на запеченные в огне человеческие плоти, и понимаешь, что термин «пострадавшие» в отношении их – это явно эвфемизм. Не пострадавшие, а уже явно отстрадавшие свое в мире всем. И их души сейчас решают совершенно иные задачи. Вообще слово «страдание» предполагает ясность сознания и четкое ощущение боли и мучений. Сегодня, в Великий Четверг, вечером во всех православных храмах случится одна из самых слезоточивых служб в году – чтение 12 страстей Христовых. То есть чтение всех евангельских фрагментов, повествующих о страданиях Спасителя. До распятия и на самом кресте. В данном контексте слово «страсти» и «страдания» – это синонимы. А на улице Восстания физических страданий, скорее всего, не было. Вероятно, три человека с вечера бухнули, а в адресе валялись пустые водочные пол-литры, заснули, а под утро случилось нечто, отчего старенькая избушка на двух хозяев вспыхнула. Двое участников буханки, как спали на топчине, так и не проснулись. Погибли во сне. Надышались дымом, умерли, а потом обгорели. В общем, страданий не ощутили. С третьим участником вечеринки все сложнее. Его бездыханное тело спасатели МЧС обнаружили возле входной двери. Вероятно, этот человек проснулся, бросился на выход, но поскольку уже успел сильно надышаться, по стольку сил открыть спасительную дверь ему не хватило. И, вероятно, он упал без чувств и уже потом обгорел. Всегда, когда люди, особенно дети, погибают в огне, хочется надеяться, что они не сгорели заживо в страшных корчах, а упали без сознания, умерли от дыма. Ну а что потом случилось с бренным телом, для них уже не важно. Но это, конечно, важно родным, ибо останки еще надо предавать земле. Поступило сообщение по адресу восстания 125 о возгорании в жилом частном доме. На пожаре работало три единицы техники, три ствола Б, два звена ГДЗС. Площадь здания составила 56 квадратных метров. Дом на двух хозяев. Вторую половину удалось отстоять. Благодаря действиям пожарных, причину пожара установят следственные органы. Некоторые местные жители заметили такую тенденцию, что как только этот частный сектор объявили зонное отчуждение, подлежащее сносу и дальнейшей застройке чем-то, так сразу здесь участились воспаления домов. Ну типа люди грешат на поджоге. В данном случае причина воспламенения пока не установлена, так что поджог посреди прочих гипотез, конечно же, не исключается. Ну а то, что люди в избушке соображали на троих и будто бы сами по неаккуратности запалились, это слишком уж поверхностно и очевидно. Варианты возможны.